Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Авария в Приокском привела к гибели трехлетнего ребенка. Трагедия произошла на пешеходном переходе. Горы, снега в городе. С одной стороны говорят о его уборке, с другой не дают возможности рязанцам ходить по тротуарам. Чего больше всего боятся рязанцы? Наш корреспондент провел собственный соцопрос. Ледяные скульптуры на конкурсе в городе Кировск Мурманской области. Лучшей из них оказалась работа рязанца. Журналисты телекомпании «Город» продолжают следить за ситуацией по уборке дорог от снега. Сегодня съемочная группа искала сугробы на обочинах. Стоит отметить, что проблема не заставила себя долго ждать. Некоторые горы снега на обочинах достигают высоту двух метров. К примеру, улица в поселке Мехзавода. Вдоль проезжей части большой сугроб. Он растянулся на несколько метров. В итоге для движения автомобиля осталась лишь одна полоса. А для пешеходов и вовсе только проезжая часть. Каждую зиму жители поселка Мехзавод прибывают практически в панике. Коммунальщики чистят улицу, но снег почему-то не увозят. А оставляют его в виде этих сугробов, вплотную к домам и огородам жителей улицы. Вот и приходится местным своими силами бороться со снежными баррикадами. Эту площадку расчищает вот эта женщина, которая работает, и местные жители. А дети ходят из школы по бугру здесь, и машины идут, и они идут здесь. Но так же нельзя. Пешеходный знак наполовину утонувший в сугробе. Как бы напоминает, а когда-то бывшие здесь дорожки к остановке. Теперь пройти можно только по проезжей части. Сейчас, если пойдут школьники, у них сейчас закончатся уроки, все будут школьники вынуждены идти по проезжей части. Сами видите, какой транспорт у нас, и тем более загорожена дорога половина, они подвергаются опасности. Вот там пешеходный переход, перехожу и сюда пешком по проезжей части. Все зима, так каждую зиму. Я тут живу третий год, каждую зиму такая ситуация. Вот это тут постоянно, вот такие вот сугробы. Машины проезжают, однако, тоже не без проблем. Из двухполосного движения превратилось в однополосное. Что уж говорить о тех маневрах, которые совершает автобус, чтобы развернуться на конечной остановке. Звонила две недели в администрацию города Рязани. Пихали по разным телефонам к разным людям. В итоге, сами видите, две недели, меры не приняты. Теперь жителям остается только гадать, утонут ли они весной, когда снежные горы начнут таять или нет. Надежду на то, что снег все же вывезут из поселка, пока не теряют. Сегодняшнее утро началось с шокирующей новости. В Преокском на пешеходном переходе автомобилем были сбиты женщины с ребенком. Трехгодовалая девочка погибла сразу. На месте трагедии побывала Алена Куколева. Улица Октябрьская, половина восьмого утра, на улице только-только светает. По обыкновению здесь в это время час пик. Машин много, перед въездом на мост заторы. Нерегулируемый пешеходный переход у спорткомплекса «Чайка» оборудован как наземными знаками, так и на высоте над проезжей частью. Тем не менее, утро вторника обернулось для пешеходов в трагедии. Сегодня около 7.40 утра на улице Октябрьской города Рязани автомобилем Hyundai Solaris был совершен наезд на 25-летнюю женщину с трехлетним ребенком. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы, с которыми госпитализирована в больницу. Трехлетний ребенок от полученных травм скончался на месте дорожной аварии. Шансов выжить у девочки, возраст которой, по словам очевидцев, около трех лет практически не было. О том, что скорость, с которой ехал автолюбитель, была явно превышена, свидетельствует это любительское видео. Видно, что иномарка, сбившая пешеходов, смогла затормозить только на расстоянии более 10 метров от самого перехода. Скорость была приличная, потому что, если сбили на пешеходном переходе, а женщина лежала вон там с ребенком, пешеходный переход, это такая скорость была. И машина стояла там. Статистика свидетельствует о том, что ДТП с участием пешеходов именно возле чайки на Октябрьской случаются довольно часто. В опасном месте установили светофор «Внимание». Однако трагический случай подтвердил, что водители его игнорируют. Некоторые же и вовсе считают переход не таким уж и опасным. Ну, я считаю, что он здесь не опасный. Ну, в данном случае это зависит все от водителя, я так думаю. Все обстоятельства аварии уточняются. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Переходя дорогу по пешеходному переходу, будьте бдительны и смотрите по сторонам. Прежде чем сделать шаг на зебру, убедитесь, что водители вас пропускают. Волосатая разметка на дороге дает пешеходам преимущество, но, к сожалению, не делает их неуязвимыми. В России прошел соцопрос, в результате которого были выявлены главные страхи сограждан. Оказалось, что большинство россиян боятся международных конфликтов. Следующий по популярности ответ – подорожание товаров и обесценивание сбережений. Меньше всего людей волнуют семейные проблемы. Что же беспокоит рязанцев в условиях современного мира, выясняла Наталья Новикова. Скажите, пожалуйста, чего вы боитесь, живя в современном мире? Чтобы не было войны, чтобы не голодолеть. Ничего не боятся. Чего мне боятся? Я с клюшкой хожу. А чего боятся? Смерть близких. Насилие. Я? Да ничего. Даже не могу сказать. Все хорошо? Ну, наверное, войны, чтобы не было, а остальное все нормально. Чтобы не было войны, был мир. И чтобы заботились о пенсионерах. Войны. Боюсь очень. На самом деле нет страхов, нет, все нормально. Все хорошо. Хороший мир, культурская стабильность, все отлично. В Рязани продолжается прием новогодних елок. Все деревья, которые в праздники украшали дома горожан, теперь можно переработать. Акция будет действовать до самого марта. Так что у тех, кто еще не определился с тем, куда выбросить елку, есть несколько вариантов, куда ее можно определить. Подробнее в следующем материале. Маленькой елочке холодно зимой Из лесу елочку взяли мы домой Из лесу елочку взяли мы домой А дальше что же происходит с елочкой? Конечно, деревья радуют людей в новогодние праздники. Запах хвои, традиции украшать деревья. Всем знакомо это с детства. Именно из-за неудобств с осыпающимися ветками, которые так или иначе наступают при использовании живой ели, многие покупают искусственные. А те, кто все же выбирает свежесрезанное дерево, затем непременно столкнется с рядом вопросов. Бесконечные иголочки в квартире, на ковре, на диване, на полу. А затем они оказываются в подъезде. После новогодних праздников некоторые люди несут осыпающееся дерево к мусорным бакам во двор. Другие даже выкидывают в окно, чтобы потом также отнести к контейнеру. Тем самым хотя бы избежать засорения подъезда. В любом случае, все любители живых елок могут завершить их существование не у мусорного контейнера, а в центре переработки. Таким образом, бывшие деревья станут удобрением зеленых зон нашего города. Проводя опрос на улице, выяснилось, что в основном люди предпочитают искусственные елки. Ну а те, кто покупает живые, уже знают о том, что переработка – это лучший способ распрощаться с деревом. Искусственные, конечно. Жалко настоящие. Искусственные. Искусственные. Настоящие? Настоящие. Да, и куда они делись потом? Сдали на переработку. Если уж настоящая елка есть в доме, тогда, наверное, ее правильно нужно переработать. Все равно, если ее не запережигать или еще что-то толку-то больше будет, нежели заполонять помойки, еще и ими. Елки? Да. Конечно, на переработку. Остаются в Рязани те, кто продолжает выкидывать елки во двор. В таком случае эти деревья будут найдены дирекцией по благоустройству города. С 16 января уже начались подобные выездные рейды с целью сбора елок и сосен с контейнерных площадок многоквартирных жилых домов. Все елочки отправляют на переработку. В настоящее время собрано порядка 20 кубометров хвойных деревьев, которые вскоре станут опилками. Рейды продолжатся, но и прием елок в пунктах сбора также не заканчивается. Подробную информацию о том, куда сдать дерево, можно увидеть на сайте администрации города Рязани. Один из них, например, находится на территории дирекции по благоустройству города, другой недалеко от мэрии. За прошедшие две недели на подобные пункты сбора жителями города было сдано около 10 кубических метров деревьев. Они уже отправлены на площадку для переработки. Можно сказать, все идет к тому, что прощание с елками теперь будет происходить более цивилизованным и полезным способом. По крайней мере, власти города уже предприняли все меры для этого. Осталось самим жителям стать более ответственными и позаботиться об экологии. Сегодня во всем мире ювелиры отмечают свой профессиональный праздник. Не все мастера выбирают для себя эту профессию с детства. Многим приходится идти к ней на протяжении долгих лет. Такой путь выбрал для себя и рязанский ювелир Иван Ягодкин. Шапка Мономаха, древнерусские бармы, символы власти, князей и царей. Иван Ягодкин выполняет копии этих изделий по технологиям древних мастеров. Большая коллекция современных украшений также за его спиной. Однако когда-то он даже представить не мог, что займется именно ювелирным делом. Радиотехнический университет, специальность микроэлектроника и 10 лет тишины в творческом смысле. Но какая-то тяга к искусству была у него с самого детства. Мы всегда с братом выпиливали, что-то сторгали, всегда у меня что-то в карманах лежало. Все камешки красивые это были у меня в карманах, в ящиках у нас. То есть это все вот эти железочки. То есть надо мной просто родители и брат смеялись всегда, что у меня там что-то все красивенькое. То есть у меня вот это все прилипало к рукам. Переломный момент наступил около 7 лет назад. Тогда жена Ивана, Ирина, которая определилась со своим направлением деятельности, она художник по стеклу, посоветовала мужу отправиться на курсы ювелира. И буквально за 3 месяца я съел все, что мне дали. То есть за 3 месяца я уже Ирине сделал подарок, первое там кольцо сделал. Это очень такой, достаточно сложный по тем временам. Дальше другая мастерская, и теперь Иван занимается любимым делом. Интересно то, что они нашли точки соприкосновения в творчестве с женой. Они стараются поддерживать интерес людей к ремесленному делу, выполняют совместные проекты, делая копии древнерусских украшений, выступая на различных всероссийских фестивалях. Интерес к их работам достиг такого уровня, что выставка Ягодкиных не так давно проходила в Рязанском Кремле. Ирина Мастерски выполняет стеклянные бусины и фигурки с помощью газовой горелки, а Иван отмечает, что работа древних ювелиров по сравнению с современными практически не изменилась. В инвентарь добавился лишь микроскоп и новый лобзик. Но все равно он удивляется, как раньше мастера могли выполнять столь трудную работу. Например, они закладывали эмаль на древнерусских бармах в символах власти царей и князей. Образочек там, вот Богоматери, это эмаль с перегородками тонкими, заполненная эмалью. Вот, туда я закладывал эмаль с помощью микроскопа. Как это делали древние мастера, я не знаю. В глазки, в розрачки. Надо же так положить эмаль, чтобы она не перемешалась, не пересыпалась. До сих пор так же непонятно, как в древности мастера выводили свои формулы плавления металла. По мнению Ивана, только интуиции и опытным путем они понимали, в каком соотношении нужно его смешивать. Тогда, как сейчас, это уже все известно. В любом случае, стоит еще раз поздравить с праздником всех ювелиров, а тем, кто еще раз думает над родом деятельности, стоит сказать, что найти свое призвание никогда не поздно. Ювелирное же дело существует не одно тысячелетие. И, скорее всего, также будет радовать жителей Земли еще долгие годы. Рязань богата творческими людьми. Очередное подтверждение этому прошедший в Мурманской области международный фестиваль снежно-ледовых скульптур под названием «Снеголет». Мероприятие объединило в себе более 40 художников и скульпторов. Однако первое место в конкурсе занял рязанец. Евгений Таранопольский созданием скульптур изо льда занялся совершенно случайно около 16 лет назад. В этот материал он влюбился мгновенно и до сих пор занятия скульптурой не оставляет. Лед, снег и песок, по словам Евгения, это те материалы, которые позволяют создавать масштабные вещи за короткий промежуток времени. Практикуется в своем любимом деле Евгений в ходе работы на различных проектах, а также во время участия в фестивалях. С начала этого года он уже успел побывать во Франции, Перми, а также на международном фестивале «Снеголет», который проходил в Кировске с 23 по 29 января. Буквально на днях Евгений вернулся в Рязань с первым местом. Так получилось, что были очень сильные команды, то есть там были скульпторы, которых я уже знал, как таких очень титулованных, заслуженных, когда только начинал заниматься этим материалом. Поэтому особенно приятно, что нас отметили. Очень сильные были команды. Более 40 художников на протяжении недели создавали из снега и льда невероятные образы в соответствии с темой, которую заявили организаторы «Россия глазами иностранцев». Евгений работал в паре со скульптором из Санкт-Петербурга Русланом Арсланбаевым. Изначально у них не было четкого представления, чему именно будет посвящена скульптура. Идея пришла сама собой уже на фестивале. Там так получилось, что мы знали темы, которая будет в фестивале задана «Россия глазами иностранцев». Потому что там оформление самого этого места было тоже к этой теме приурочено. И когда приехали, у нас не было нескольких вариантов эскизов, начали перебирать с коллегами. Получилось так, что почти все, как и предполагалось, мишек с балалайками, мужичков с баньками. Ну, в общем, и вот мы так путем отбора остановились на нашей как по скульптуре хоровод. Шесть женских фигур в сарафанах и кокошниках выполнены из нескольких кубометров искусственного снега и олицетворяют красоту русской женщины. Работа над скульптурой заняла примерно неделю. Трудились художники каждый день, не обращая внимания на погоду, которая частенько преподносила не самые приятные сюрпризы. Но, несмотря ни на что, результат поразил и жюри фестиваля, и, самое главное, посетители снежной деревни. А это для скульпторов главная награда. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте и официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова